В 1999 году Олег Маскаев потряс весь боксерский мир нокаутом десятилетия. Тогда он одним мощнейшим ударом вышиб с ринга американского бойца Хасима Рахмана и заявил о себе в полный голос, как об одном из претендентов на чемпионский титул. В 2006 году старые соперники встретились вновь, и на этот раз ставки были еще выше, чем в первом поединке. Ведь на кону ставил последний пояс чемпиона мира по боксу, которым владел американский боксер. Он был по версии WBC. Три других уже принадлежали Сергею Лиховичу, Николаю Валуеву и Владимиру Кличко. А потому бой проходил под громкой вывеской «Последняя линия обороны Америки». Действующим чемпионом был Хасим Рахман по прозвищу «Скала». Он громогласно заявлял, что за своей спиной он защищает всю американскую нацию и не допустит поражения. Ведь в противном случае на земле окажется не только он, но и вся страна. Бой проходил с переменным успехом. Оба бойца вели поединок на встречных курсах и выкладывались на полную в своем желании победить. Публика ревела от восторга, а чаша весов попеременно клонилась то в одну, то в другую сторону. Однако, начиная с восьмого раунда, преимущество стало уходить в пользу американца. И перед последним, двенадцатым раундом, один из секундантов Олега Москаева нашел очень важные мотивирующие слова. За папу, за маму, за своих дочерей. Давай, за Рудину. За папу, за маму, за детей. Ну вы сами все слышали, какая-то накачка психологического леда в углу. Последний раунд, публика ревет от восторга, потому что уже давно таких боев тяжеловесов не видели. Весна вместе с настоящим отечественным брендом Великорос. В магазине появились новинки для теплого сезона. Практичные и комфортные олимпийки толстовки и стопроцентного хлопкового футера станут превосходной альтернативой куртке в прохладную погоду. Невозможно представить грядущее лето без трендовой коллекции Великорос. Это фантастика. Футболки-лэнгсливы сшиты из премиального мягкого хлопкового трикотажа и украшены эксклюзивными модными принтами от ведущих петербургских дизайнеров. И, наконец, очень важно иметь правильный головной убор. Бейсболка сеткой комфортно сидит на голове, не позволяя ей перегреваться. В коллекции с размером от 52 до 63. Огромное количество дизайнов и ярких расцветок, которые подойдут для всех членов семьи. В магазине Великорос есть много и других великолепных вещей. Переходите по ссылке в описании и получайте скидку по промокоду М1. Субтитры сделал DimaTorzok И, в общем, я бы не возмущался. Олегу эта передышка не помешает. Ну, как вам это нравится? Рахман пытается доказать, что он просто упал. Олег, все надо выкладываться. Выкладываться! Выкладываться! Что творится? Что творится? Олег, не давай ему отдышаться. Добивать надо! Первый раз подпатился Рахман за весь бой. Смотрите, кто держит. Добивать надо. Не дает добивать. Оно и понятно. Туловище, атаки в туловище должны быть начать. Даже такому здоровяку, как Джейн Нейди, невозможно растащить. Попасть бы, попасть как следует. Бывают чудеса, друзья! Бывают! Какой фантастический бой! Последняя линия обороны. Американской обороны в супертяжелом весе. Пала! Прорвана! Разрушена! Да, вот это характер, вот это воля. Вот это Олег Москва. Второй нокдаун. Олег Москва на 38-м году жизни становится чемпионом мира. Супертяжелый медвизор. Есть справедливость на свете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Представляете, на последних секундах последнего раунда Олег Маскаев одерживает победу и становится чемпионом мира. И мы можем только поздравить, прежде всего, самих себя. Это была самая впечатляющая победа за последние годы, наверное, в супертяжелом весе. Маскаев, которому никто не давал ни одного шанса на победу, из-за американских предсказателей, аналитиков, уважаемых людей, кстати говоря, которые вполне обосновывали свое мнение, а в которого никто не верил, кроме его собственной команды и его самого. Олег Маскаев становится чемпионом мира. Это вершина его боксерской карьеры. Он это заслужил. Вот так, друзья, закончился этот бой. Закончился к нашему восторгу и удовольствию. Давайте еще раз поздравим друг друга с этой замечательной победой. Я с вами прощаюсь на этом. Желаю вам всего доброго. До новых встреч!